Всем привет! Меня зовут Вика. И давайте сегодня посмотрим довольно такой интересный расклад. Расклад Таро для мужчин. Что прописано в вашей книге судьбы? Какие события у вас должны быть по судьбе? Может быть уже что-то произошло? Что еще будет? Давайте-ка немного заглянем в потайные вашей судьбы. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, какие же события прописаны в вашей судьбе. Итак. Знаете, вот ваша книга судьбы говорит о том, что в вашей жизни, вот знаете, как-то то ли много сложностей, то ли много проблем, которые вы всегда стараетесь решить, но знаете, вот вы решаете очень часто, вы надеетесь на самого себя. Вот может быть, даже есть у вас там знакомые, приятели, да, вот, которые могут помочь. Ну, в общем-то, вы полагаетесь жизни, вот главная опора – это вы. Вы вообще по жизни, вы очень добрый человек. Вы такой добряк, да, может быть, даже романтичный, такой очень мягкий, несмотря на то, что вы мужчина, но очень часто из таких мужчин можно вить веревки, да, и женщины часто этим пользуются. Вот вам по жизни как-то, знаете, вот предначертано, что вы как-то вот зарабатываете, да, и складываете, вот, ну, копеечка к копеечку. Вы никогда не сорили деньгами. Вы умеете и складывать, да, вот вы хотите сделать какую-то, допустим, большую покупку серьёзную. Вы умеете отложить деньги. Вы никогда не будете направо и налево транжирить деньги, да. Но как-то вот жизнь, знаете, несмотря на вашу доброту, она вас вот, ну, не баловала своими подарками судьбы. Вот как-то, знаете, вас окружают люди, которые, ну, не очень-то так хорошо к вам настроены. Вот как-то попадались люди такие, да, может быть, люди, которые с агрессивным, вот, с пыльчивым характером. Вот как-то, знаете, бывали такие моменты, что на вас нападают, по жизни, вот, ну, просто на пустом месте, вот, беспочвенно, да. Это может быть где угодно. Может быть, на работе, да, цепляются, вот, конфликты. Несмотря на то, что вы тихий мирный человек, ну, вот, периодически у вас бывают такие моменты. У кого-то это, может быть, женщина попалась вам, да. Может быть, это бывшая ваша, которая довольно такая вот агрессивная дама. Так, что ещё у нас? В книге судьбы. Вот, знаете, вот, вы по жизни как-то вот стремитесь заработать деньги. Вот вы стремитесь, стремитесь, да. У кого-то лучше из вас получается, у кого-то хуже. Но всё равно вот вы стараетесь по жизни вот быть добытчиком, вот стараетесь быть настоящим мужчиной. И почему-то вот судьба, ну, в финансовом плане не очень так вам благосклонна. Вам деньги даются кровью и потом, но не очень легко вы зарабатываете деньги. У кого-то это много сил уходит, у кого-то много времени, энергии. То есть вы, вот знаете, вот из кожи вон лезете, ну, вот как-то по жизни так сложилось. Допустим, чтобы женщину обеспечить, либо же детей, да. Вот как-то вот старались вы. Кто-то из вас, возможно, даже родителям до сих пор помогает, да. Либо же, если они были раньше живы, а сейчас нет. То вы старались как-то и родителей, может быть, поддерживать, какую-то копеечку давать, да. Ну, то есть вы такой вот добряк-добряк по жизни. У кого-то из вас, кстати, может проиграться, что когда у вас были не очень-то такие вот легкие моменты, да, может быть, кризисные, то могла быть такая вот склонность к алкоголю. Вот как бы горе заливали, да. Может быть, у кого-то вот проигрывается такой период был, не очень приятный напиться и забыться, как говорят, да. Ну, вот как-то вот, знаете, по жизни вот у вас идёт так, что вы больше себя, наверное, одиночкой чувствуете. Вот, может быть, даже у вас была женщина, но как бы любимым и счастливым вы не очень-то долго себя чувствовали. Вот как-то даже в отношениях вы себя чувствовали одиноко, да. И сейчас, может быть, даже проигрывается это состояние вот какого-то одиночества, да. Вроде бы люди вокруг есть, там, друзья-приятели, да, есть куда пойти, с кем поговорить, посидеть. Но вот это вот одиночество в толпе, оно не даёт вам покоя. Вот как-то вы как волк-одиночка, да, и, может быть, даже вы уже начинаете входить во вкус. Так, что ещё у вас по судьбе написано? У вас, знаете, вот события, вот которые я говорю, да, вот это по судьбе у вас идёт, да, вот такая вот жизнь, которую вот я вам рассказываю, да. Бывали, вы знаете, с вашей любимой женщиной довольно тупиковые ситуации. Вот как-то вы вроде бы и любили друг друга, и в то же время как-то постоянно стычки какие-то, конфликты, обманы, да. Было такое вот, может быть, состояние, когда лучше уйти куда-то, где-то посидеть с друзьями, да, чем идти домой. Лучше задержаться где-то на работе, чем идти домой в эти скандалы, конфликты. Хотя вот вы, знаете, вы очень такой мирный человек, вы терпеть не можете скандалы, выяснение отношений. Ну, как правило, ну, добряк, ну, не может быть конфликтным, ну, ни в какой мере не может быть. Вы очень такой справедливый, мягкий, очень такой порядочный, да. Люди это видят, да, но почему-то вот по жизни вашей добротой пользуются. Может быть, даже на работе вот пользуются вашей добротой. Так, что ещё у вас по судьбе? Знаете, у вас по жизни могут проигрываться ситуации, когда вы могли бы заработать очень большие деньги. Возможно, у кого-то был такой момент, у кого-то ещё предстоит, да, вот по судьбе то, что я вижу. Вот вам какой-то шанс свыше давали, вот небеса, вселенная, судьба, как угодно. Вот был какой-то шанс. Может быть, у кого-то другая работа на кону стояла, да, что хотели перейти, но так и не перешли. Может быть, кто-то там предлагал ещё там сделку какую-то, в доле быть. Ну, то есть какие-то такие моменты, да, у каждого своё это будет. Но вы почему-то, может быть, даже упустили этот момент. Но опять же, это общий расклад, да, кто-то воспользовался, кто-то нет. То есть у вас, в общем-то, есть все предпосылки быть довольно-таки сильным, самодостаточным мужчиной и, в общем-то, довольно обеспеченным. Может быть, кто-то уже из вас этого и добился. Так. Давайте-ка посмотрим, что в личной жизни у вас вообще по судьбе написано. Так. Вот в личной жизни вы очень любите стабильность. Вот как-то вот так повелось, да. Вы очень любите секс. Вы очень любите женщин. Ну, было бы странно, конечно, если бы было наоборот, да. Но вот как-то вот по судьбе уж так повелось, что вы с женщинами расставались. Либо же вы уходили, либо она уходила. Вот как-то в ваших отношениях, да, вот, вот был то ли обман или же предательство, да. Вот вам хочется стабильности. Вот у вас должна быть, в общем-то, стабильная жизнь. Но почему-то вот вам попадаются такие женщины, и может быть, даже и не одна у вас такая была, которые вас обманывали. Вас это очень сильно ранило. Так, что еще в личной жизни у вас по судьбе? Боже, вы настолько старались заработать. Вы так старались заработать по жизни для любимых женщин. Вот вам как-то вот суждено, да, вот суждено просто, вот и по жизни оно у вас так шло, что вы всегда вот женщинам раздавали деньги, подарки. Вот вы вкладывались в душу свою, вкладывали время, возможности, да, вот как на этой карте. Вот вы что могли, вы все отдавали, да, да, последние рубашки отдавали. Вот как-то у вас так по судьбе написано, что вот вами именно манипулируют женщины, да, вот они пользуются вашей добротой. Поэтому вот знаете, надо как-то немного либо же пересмотреть свое отношение, не быть таким наивным, доверчивым, да. У вас в жизни, да, вот однозначно, вот по судьбе у вас проигрывается глубочайшее, серьезнейшее расставание. Это, скорее всего, там, развод, бывшее, да, у кого как. То есть в вашей жизни, вот оно так по судьбе идет, да, должен был быть вот этот вот разрыв, вот именно вот эта боль, да, вот когда вы чувствуете себя вообще, ну, до такой степени вот вы чувствовали себя таким, ну, несчастным, одиноким, да. Кто-то ушел вообще в себя, в свои мысли, да, кто-то начал в рюмку заглядывать. То есть вот этот вот период, который вы проживали, да, после разрыва, может быть, кто-то еще сейчас проживает, это все было по вашей судьбе, да, к сожалению. Что еще будет теперь? Давайте посмотрим. В вашей судьбе, личной жизни. Появляется новая женщина. По судьбе она довольно внезапно, неожиданно появляется. Причем, вот знаете, женщина такая, очень активная. Она может даже сама познакомиться с вами. Женщина такая вот деловая вся. Такая женщина, знаете, она яркая, красивая. Ну, то есть это уже совершенно новая история, да. Мы не будем сейчас углубляться, да, вот. Коротко просто пройдемся вот по некоторым моментам вашей судьбы. То есть у кого сейчас какие-то проблемы в личной жизни, да. У вас четко стоит новая женщина вот на пороге, да. Женщина для серьезных отношений. Так. И тут же колесо фортуны, да. Посмотрите, отличная карта, да. Карта влюбленных. То есть женщина, которая вот такая манкая, да. Вот вы ее как-то почувствуете, вот интуитивно, эту женщину, что она ваша. Вот обычно, когда мы встречаем своего человека, мы именно интуитивно чувствуем, что это мой человек, да. Такое ощущение, что вы его знаете, этого человека, миллион лет уже. И вы эту женщину почувствуете, потому что люди, которые нам предначертаны по судьбе, вы их по-любому, правдой, неправдой, но вы их почувствуете. Так. Знаете, у вас по судьбе, в общем-то, двое детей. У кого один ребенок сейчас, допустим, то, возможно, с этой женщиной будет еще один ребенок. Вот период, когда вот эти вот, знаете, грозы, бури, ненастья, вот, да. Вот этот период с новой женщиной, он уходит. Вот именно с новой женщиной вам предназначено уже вот как бы белый лист вашей жизни, да. Совершенно новая история, новая жизнь. Поэтому еще говорю, может быть, даже и ребенок у кого-то будет с этой женщиной. Так. Что еще? Знаете, кто-то из вас, вот, по судьбе, может быть, еще даже вот это работы касается. Вот у вас предначертано, как бы, знаете, вот вы по жизни, может быть, уже кто-то менял, либо же вот смените вот то ли ни одну профессию, может быть, ни одну работу, да. Вот какая-то работа будет, знаете, что вот вы как будто вот как оратор, вот вы будете чему-то учить людей. Это может быть какая угодно профессия. Вы поначалу будете бояться, может быть, менять профессию, либо переходить на другую работу. Вот, да, вам будет казаться, что нет, это не ваше. Но вот смена работы, либо же смена профессии какой-то еще у вас по судьбе может быть. Иногда нам, знаете, какие-то вещи кажутся очень невероятными, но это факт, да. Вот когда ты понимаешь, что вот, да, в определенном возрасте, это, в общем-то, это в любом возрасте может быть, да, когда ты понимаешь, что вот хочется чем-то новым заниматься, появляются какие-то новые интересы, увлечения, да, может быть, хочется познавать что-то новое. И, соответственно, вы сами сможете учить других людей. Вот вы, знаете, вот как будто наставник по жизни идете. Вот вы много чего умеете, и вы вот людей учите, либо же будете учить, может быть, подсказывать, направлять, да, вот как лучше делать, какому-то ремеслу, может быть, смотря чего это касается. У вас, в общем-то, у кого плохое сейчас финансовое состояние, то дальше по судьбе у вас ваши финансы, в общем-то, приходят в порядок, и все хорошо должно быть. Поэтому, в общем, я вам скажу, знаете, все те события, которые у вас происходили, они были судьбоносные. К сожалению, все эти какие-то разрывы, разводы, да, все эти огорчения, которые присутствуют в жизни многих людей, они, к сожалению, судьбоносные бывают, да. И точно так же судьбоносная у вас окажется новая женщина. Точно так же, как и финансы ваши наладятся, да, у кого есть проблемы. Ну, то есть, в общем-то, по жизни, да. И я не могу сказать, что вот по судьбе вы такой несчастный. Нет. Да, какие-то кризисные моменты у вас были, но это у многих бывает, да. Но вот именно может быть смена работы и смена женщины. Но это уже женщина, которая вам по судьбе именно для серьезных отношений, для жизни, а не просто для развлечения. Поэтому не расстраивайтесь, дорогие мужчины. Все будет хорошо, все у вас наладится. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok